Первое посещение врача-ортодонта необходимо запланировать в возрасте 3-4 лет, когда у ребенка сформировался молочный прикус, и врач-ортодонт на приеме может оценить взаимоотношение челюстей между собой, также наличие каких-либо вредных привычек, это сосание пальца, прикусывание нижней губы, прокладывание языка между зубами, также оценивается наличие лор-патологий, которые в дальнейшем также могут привести к нарушению прикуса и развитию челюстей. Если мы говорим про детей старшего возраста, про подростков, также врач-ортодонт оценивает наличие каких-либо диспропорций в размере челюстей, правильное прорезывание зубов в зубном ряду, проводится дополнительное рентгенологическое исследование компьютерной томографии, на основании которой врач-ортодонт оценивает наличие зачатков постоянных зубов и их правильное положение в костной ткани. Если мы говорим про взрослых пациентов, то показаниями к лечению ортодонта является нарушение эстетики, когда пациенту не нравится его улыбка, неправильное положение зубов, скучное положение, либо наличие каких-либо больших промежутков между зубами. Также стоит отметить, что при планируемом протезировании пациент может обратиться к врачу-ортодонту с целью ортодонтической подготовки, потому что ранее были потеряны какие-либо зубы, и рядом стоящие зубы не сместились в данный промежуток, выдвинулись, наклонились, и это мешает планируемому протезированию. Элайнеры, так же как и брекет-система, они очень эффективны при лечении различных аномалий прикуса для нормализации положения зубов. Элайнер во время приема пищи необходимо снимать и убирать в специальный контейнер, тем самым это облегчает приведение индивидуальной гигиены в полость рта, то есть пациент может снять, почистить зубы и обратно капнуть на дети. Это как раз-таки является особым отличием от брекет-системы, поскольку брекет-система – это несъемная конструкция, которая зафиксирована в полость рта на специальный цемент, и гигиена в таких ситуациях усложняется. Нет, они незаметны, это прозрачные каплы, которые в полость рта не видно. Дикция при ношении элайнеров не страдает, поскольку элайнер, он плотно прилегает к поверхности каждого зуба. Элайнер не может выпасть при разговоре, поскольку сама капа изготавливается по предварительно снятым слепкам зубных рядов каждого пациента. Субтитры создавал DimaTorzok